Привет зритель! Иду с магазина домой и думаю, а не свалить ли макарон? А не подогреть ли мясо и остатки грибов жареных ассорти? А не включить ли камеру? Думаю, ну не это, не ютуб ли у меня головного мозга? Ну и что это там, кто-то вот один палец кверху поставил, даже если прикола ради. Ну в общем я как бы пишу, как я ем на хамеру. Но монтировать я буду потом, потому что я уставшую, у меня там еще гора посуды, еще куша всего. У меня был в гостях человек, надо было убраться, т.д. и т.п. Видишь, у меня есть ножик, вилка. Не знаю, как ты зритель, я очень люблю макароны, которые слегка переваренные, такие типа каша. К нам припелась Алиска, которой уже и так дали мясо, и до этого еще дали мясо. И она съела больше мяса, чем осталось хозяину на ужин. А я забыла посадить макароны. Алиска, откуда у меня твоя волосина? Зачем ты лазала тут? Так вот, я люблю, нежную любовью, точно я забыла их посадить, макароны, которые слегка переваренные. Вот эти, лапша такая. Правда, в этот раз вышло так, я тут пока давала кошки пожрать, вместо того, чтобы вовремя их слить, все, причем они за два раза, они какие-то макароны слегка слиплись, потому что я в одни положила масло сливочное, а в другие, в другую порцию, думала, что-то она потом еще останется. Я забыла. А потом я поняла, что я сегодня ела только один раз, и что есть я хочу. А сейчас уже 7 вечера и как бы ужин. И одной порции макарон мне будет мало, а я в детстве была макаронная пуза, я могла три тарелки макарон схомячить, и никуда это не откладывалось. А еще я посмотрела себя, ну как бы я склеила, срезала там только этот ролик, который мне очень понравился. Я подружке рассказала, и другой подружке, ну одну основу я подружке рассказала, мы с ней поржали. Я, короче говоря, ну в общем я сидела в этом вчера в фартуке, и он у меня вот так как-то висел. И фигурка у меня, конечно, была супер на картинке-то, когда я уже завела этот ролик, и сам берифигачила в измельчителе, и частично фоном смотрела. Ну в смысле слушала себя. Иногда глядела в монитор, думаю, блин, у меня там реально вот выглядит, будто я со всех сторон жирная. Но я так ждала каких-нибудь комментов жирная. Вот в тот случай, когда пишешь ролик, и в открытую говоришь о какой-то своей проблеме, на которую обычно тыкают тебя любители тыкнуть. И в том, что сейчас прибегут эти любители тыкнуть, и скажут, да-да, я была права, у тебя такая вот именно проблема, ты ее озвучила. Значит, я была права. И никто не прибегает из таких. Почему? Вот когда их не ждешь, они прибегают. А когда ждешь, специально пишешь ролик, с легким таким стебом. Полина, спасибо за донат. Первый донат в копилочку на... Хочу вот эту вот камеру DJ Cam. Чего-то там. Покет 2, что ли, хрен знает, или Покет. Ну, какой-то, в общем, DJ Cam. DJI, пишу я. Как-то я ее скрестила с DJ Cam. Я вчера узнала, что DJI были первыми родителями того девайса, который я хочу. У меня тут грибы ассорти. Ну так, у меня были вареные грибы от родственников. Из выдр меня угостили. Ну, говорят, привет, заморозь. Они вареные, типа соленые. Я их заморозила, потом разморозила. Я их прилично-то. Ну, их обжарила с чесноком, морковкой, луком и подсолнечной массой. И наполовину сварила сук грибной. На этом еще на раз осталось. А половину просто съела. По-моему, опять же, с макаронами. Мне что-то религия запретила картошки к ним пожарить. А тут у меня масса вчерашняя. Так вот, DJI, оказывается, самая первая, родили ту камеру, которая с тедикам, со встроенной камерой такая она, трехосевая. И вот сегодняшний донат я буду считать в копилку той камеры, потому что на Озон в одном месте она стоит 25 с чем-то. Ну, 25500, что ли, как-то так. На официальном сайте почему-то тот же самый девайс, той же самой комплектации стоит 40 с чем-то. Причем на Озон, как бы, доставка бесплатная. На официальном сайте с этим девайсом еще хрен знает, сколько эта доставка стоит. И есть она в город Углич. Тут жилка. Кошка Алиска тебе мясо еще привалила. Я почти попала в мисочку ее. Смотри-ка, ускакала и припевалась. А вон, иди туда. Это мясико. Мясико вон там, ну ты должна же чувствовать. Вообще-то я люблю макароны с песочком и с маслицем. Либо макароны с маслицем и сыром. Либо макароны с соевым соусом, с помидоркой. Потом уже... Либо внезапно я поняла, что люблю соленые макароны со сливочным маслом. То бишь я могла бы просто вот это слупать, ничем не заедает. Да, вот ножичек. Макароны. Мне вообще нравится, он такой маленький. Даже несмотря на то, что он маленький, ему очень удобно все резать. Правда, я недавно открыла для себя, что сырое мясо, либо овощи какие-нибудь на салат. Удобно резать большим таким ножом, с соком. С широким таким резвием. Он у меня в мойке. Я сейчас посуду вчера осилила, но сегодня немножко еще набежала. После ужина буду мыть в перчатках, потому что иначе у меня ноготочки тут некоторые уже сладится стали. Чего не было очень давно, я подозреваю это еще связано с тем, что давно не добавляла в еду семена чья. Надо этот момент исправить. Я сижу, не совсем удобно. У меня тут как бы занавеска на самом деле, там за занавеской этот, сюда еще малина сохнет. Я на ночь-то ее убирала в другую мисочку и ставила в микроволновку, просто чтобы убрать было куда-то, куда кошка не дотянется, не распигачится. И, соответственно, они не высохли. Так бы, если бы я знала, что кое-кто не станет прыгать, а она уже так поняла, что на ночь-то я спать иду в середине утра, как-то так получилось. А она, знаешь, может тут похулиганить. Я убрала, потом достала. И вот там у меня как раз эта малина сохнет. У меня заварен сейчас зеленый чай с малиной, как вчера. Я достала себе баночку варенья, маленькую. Я вот этот раз сделала специально маленькие баночки варенья, чтобы вот открыть с лопоти, оно не будет стоять там, ласты не склеит. Там яблоки и черноплодка. Яблоки, которые я дикие собрала в деревне, плюс еще те, которыми меня соседи угостили в деревне. А черноплодка наша. Некоторые кусочки мяса вроде и хорошо резались, но сложновато жевать. Кошка, тебе и снова прилетит мясо. Ну, как-то я поняла, что белым винем не очень вкусно делать мясо, если соевым соусом. Может, я как-то по-другому раньше делала, где было, почти попало. Где было белое вино и мясо. Может, без соуса. Да, надо было порезать помелче. Так вот, любишь ли ты, зритель, такие слегка в кашу макароны? Уж на что 2-3 минуты такую вермишельку варить надо. Ну, я умудряюсь ее слегка переварить, и мне нравится. А как-то я в деревне сварила макароны, ну так, чтобы уж не такие уж, вареные так вареные. А родня, ты чего сварила кашу? Типа, мы такой не едим. В итоге я ела макароны, а они что-то себе другое сделали. Дискриминация слегка разварившихся макарон. Понравилось мне делать мясо в пакете. Ну, это, типа, для запекания. 45 минут где-то, если оно без кости. На 185, где-то так, в 190 градусах. И мясо-то такое, ниточка к ниточке. У меня на варенье-то вообще видно было? Они немножко туда заходят, а я камеру как-то, видимо, ближе сюда сдвинула. Зато видно, наверное, эту. У меня. Баррикады чашек. Ну, короче, вон там. Досочку красную я уже, ой, помыла, прыгнула, макаронина. Домен на сайт. Простите, пожалуйста, макаронина прыгнула. Так вот, досочку пластиковую я помыла, на которой я вчера мясо резала. А уже, да. Ну, у меня сегодня случились новые шашки. Подружка кофе стабильно пьет. Мне кажется, в любое время суток. У меня для нее специально куплен бусида по скидке. Вот тот, который бушида. То ли оригинал, то ли кода, то ли еще что-то. А для меня куплен розовый. Полегче который. Она пьет, ну, который вот, чтоб понятно было, что это кофе. Хотя вот мне сейчас ставятся они какие-то практически одинаковые. А одна же прикола ради, ей заварила кироп сильные фрорки. По виду и вкусу от кофе не отличишь запаха. Только, по-моему, кофейного, вот, как бы, нету. А может, я был фигнесс. Но она как бы выпила, она даже не поняла, что там что-то не то. Когда я его без молока делаю, что он кофе-кофе. Блин, они не застыли. Надо было побольше масла заложить. Ну, да, потом их потом можно с яйцом, допустим, залить, что-нибудь добавить, и будет запеканка. Я то правое режу, то левое режу. Мне как-то это не принципиально. Вот чего-то я обычно режу нож у меня вправо, если там какие-нибудь овощи, там, зеленуха. Иногда так подумаешь, блин, я же вроде как левша, должна левой. Начинаю резать левой. Ну, не всегда сразу получается. Иногда вот удобнее право его. А сегодня вот недавно удобнее левой. Грибочки тут такие мелкие остались. Надо было, конечно, хлебушкой ложечку взять, чтобы их подцепить. Ножок, наверное, даже не получится. Вообще, я что-то сейчас только подумала, что где я их грелась здесь, я могла бы потом уже макароны просто положить, эти грибы. Они с мясом тут лежат. Но делаются как-то грибы с мясом. Тут практически как то самое блюдо вышло, где вот эти грибы и мясо. Мясо свинина. Ты знаешь, от какой части тела. То ли шейка, то ли окорочок. Потому что я купила и забыла, кто из них кто. Прям малюсенькими кусочками режу. В общем, мне очень понравились все параметры DJI и Pocket 2. Вроде Pocket. Четыре микрофона. Собилизация, то все. Единственное, что я пока не поняла, их приложение с Huawei и Honor живет или нет. Ну и Увей, который мне изначально как бы понравился, у него, правда, там то, что на Озоне увидела, я пока еще особо не считала, только чисто сравнительные характеристики у них как с камер. То, что на Озоне я увидела, оно несколько странное. У меня с Feiyu двухосевой стадикам. Ну и приложение, которое ну, нормально коннектится. Живет с Honor и нормально коннектится. Я еще нашла какую-то фиме, оказалось, что там Xiaomi. А у меня у меня не было ничего у самой личной Xiaomi. У меня просто у подруги два раза, у одной. Был телефон Xiaomi. И у него стабильно один и тот же бак у разных моделей с камерой и микрофоном. Посмотрите, микрофон глущит, глохнет. Камера размыляется. Ну, я как-то так это с подозрением и пренебрежением отношусь к этому Xiaomi. Мне кажется, что у него хреновая вот эта камера. И по характеристикам действительно надо найти пока раза два или в три дешевле аналогов. Но вот именно, что как-то считается там оригинал и аналог. Не, иногда аналог круче, чем оригинал, но тут вот как-то тот случай, когда наоборот. Ну и мне ее морда лица не нравится, там какая-то такая широкая кропка. Я сначала думала, что это микрофон такой, типа как пятиканарина в этой камере. А оказалось, это просто кнопка джойстик. Видимо, мне хочется макарон с солью. тут мясико-то чутка еще осталось, но я думаю, что мое животное обидится, если я все слопаю, ей не оставлю больше ничего. Она побегает, побегает по хате и скажет, хозяин, дай пожрать мясо. Я чую, оно у тебя было. А мясо на эту. И она может меня в обиженном виде цапнуть. А мне бы хотелось, чтобы когда я сегодня легла спать, она погрела бы мне ноги, и мы вместе вырубились по-быстренькому. Поэтому, чтобы задобрить животное, можно оставить ей мясико. Вообще, я шла магнит за средством для туалет, ну, чтобы помыть туалет и ванну. Третий день, не третий день, а третий раз за неделю туда иду, именно за этим. И стабильно забываю, вспоминаю уже дома. Думаю, наверное, напоминание на телефоне сделать. Или со списком ходить, как раньше. Список того, что надо купить, или на бумажке, или в телефонах. Я раньше в Айшан ездила со списком литературы. И что-то я еще давно уже в Айшан как-то не езжу. Посередине лета меня как-то из деревни сестра с кошкой привезла. И я думаю, сейчас поеду, ну, как бы, на предпоследнем автобусе. Ну, как бы, на велике не успеешь уже туда-обратно за этим нацелироваться, до закрытия магазина. А на автобусе еще успеваешь. Я на автобусе поехала. Мне сестра говорит, да ты че, там все такое подорожало, а я че, почти месяц в деревне была, как-то я не в курсе, какие цены там. А там раньше был очень хороший фарш мясом, вот в составе мяса и мяса. А приезжаю я там, значит, мясо, какие-то волокна, вода, соль, хрен знает шо. Думаю, вот песется. Ну, я туда приезжала с отпуском литературы. Давно там не было, месяца два уже точно, или три даже. Наполнитель там все брала, этот дешевый, древесный, каждый день. Смотри, он был 52, 63. Стало что-то чуть ли не 90. 2,8 килограмм. Ну, 2,8 килограмма. Я заказала аналогичный деревесный на Вайберес, какой-то белорусский, 145 рублей 5 килограмм. Вроде как бы, ну, считай, пакета мне хватало на месяц, а тут получается чуть меньше, чем два пакета. Вот этих вот. Но его до сих пор еще там даже половины нет. Он как-то так лучше утрамбован, эти опилки, эти штукочки. Хрен знает шо. И даже запах не пропускает. В итоге, Вайшан, практически не надо ездить больше. Ну, особо, по большей части, не за чем. Так вот, магнит, наверное, мне надо ходить снова по спискам литературы. Можно не забыть купить вот эту штуку. Я шла за хлебом белым, либо просто черным, за молоком. И за этой фигнёй в итоге я купила молока, немножко бараночек, потому что у них хорошее состав были какие-то типа по-скидски. Я все хочу сама сделать бараночки. Но все пока не сподоблюсь никак. Я думаю, что, наверное, можно дома бараночки сделать. Ну и, короче, это, зашла ещё в тот отдел, как в прошлый раз тоже, хотя в другой раз, тогда в другом магните была. Зашла в отдел, где вот эта вся фигня продаётся для туалета и ванной. Посмотрела на полку с туалетной бумагой и пошла обратно, думаю, что вообще туда зашло? Склеротичка. У меня тут ещё этот контейнер с семенами чия. Я её вчера достала, чтобы чисто, ну, как бы, когда получила, чисто протестить на работоспособность, перестала. Но, вчера мне надо было ещё сангелью делать, она очень зрелая была. Хотела оставить на усы. Потом думаю, блин, она же там некоторые ягоды вообще уже даже потрескали. Думаю, ещё чуть-чуть, вдруг она забродит. Думаю, нафиг, мне же надо это человеку с мёдом смешать. Настойку ещё на лодке. Ну и, короче говоря, я сангелью сделала, а семена чия. Вот сейчас поём. У меня первая мысля пришла, смонтирую. Какой смонтирую? У меня сил нету на монтаж. У меня глаза, как у китайца будут, ещё хуже, чем утром, когда проснула. Я всё равно поем, смонтирую и сделаю, пока сохраняется ролик, типа, склею, сохраняется ролик, смешаю это самое. Но не смешаю, потому что ноутбук-то тут стоять будет. А блендер-то куда ставить, если тут ноутбук стоять? Блендер-то большой. Ну, короче, вот сейчас поем и буду из семян чия делать рвич. Надо это убрать, это кошки отдать. Можно прямо так. Так, куда мне тут тебя поставить? Вообще, у меня на сушилке есть виноград. Получилось так, как у меня был тоже виноград, в принципе. У меня уже сожрался. У меня есть целое яблоко. Я покупала себе целое яблоко, огромное. Че, не надеюсь, ты ещё не остыл. У меня есть целое яблоко, такой полузрелый, перезрелый, почти банан. Две, не, ещё не совсем перезрелый. Одна груша из этого, из Котова, от сестры, с их огорода. Ну, знаешь, там, да, там не дачный участок, там, типа, как частный дом. Хоть он у них не круглогодичный, ну, второй их дом, короче говоря, квартира и второй дом. И дом, который, как бы, второе жилье. Жильё второе. Ну, там груши. В общем, груша домашняя, банан, яблоко покупное. Мне сегодня принесли два мандарина, ну, которые, типа, то ли мандарин, то ли апельсин, фитнес. И виноградная такая, штучка, на сушилке протекает. Ну, что-то у меня упало. Ну, помидоры ещё, мне ещё зефира принесли к чаю. Ну, просто человек пришёл к чаю зефира потерять. Ну, я, наверное, с вареньком попыла, потому что я его достала. Так вот, ну, получилось так, что человек потратил хочу денег на одну штуку. А у меня эта штука в прямом доступе, я могу её хоть час выдать. И я так офигела, что столько денег на такую штуку потратила. Офигаси, какая цена на воз пошла. Сейчас я попробую достать, а может, сейчас не достану, наверное, куда-то, где я упала. Там у меня самопальный освежитель. Не вижу, куда, наверное, под стул. С апельсиновым эфирным маслом. С маслом, с эфирным маслом апельсина и лимана. Ну и я говорю, офига себе, ты столько денег на это потратила. Но она как бы тоже не миллионерша. Я говорю, хочешь, я говорю, тебе свой отдам? Она, ну, как-то неудобно. Ну, ты типа, вот, он уже такой дорогой, таля-ля-ля-ля. Как-то неудобно срать на потолке. В смысле, спать на потолке. А ничего так вышло. Черноплодкое яблоко. Короче, раздарилась. Ну, я, короче, ну, говорю, если тебе так, вот, совсем, спасибо, неудобно, говорю, я тебе воск отдам. А ты мне принесешь что-нибудь такое, там, говорю, купишь какую-нибудь фигню. Там, к чаю что-нибудь, или фрукт какой. Ну, на том и сошлись. Ну, это, она говорит, что тебе? А я уже забыла, думаю, что нам еще должно. Что вообще-то говорили. Ну, в смысле, я его-то приготовила, он лежит, лежать не просит. И она, типа, я думаю, блин, ну, я говорю, ну, я не знаю фруктов каких-нибудь, ну, яблок, бананов там, еще чего-нибудь, апельсинов. И в итоге она говорит, извини, бананы, говорит, были все сплошь зеленые. Я раньше очень любила зеленые бананы, а сейчас на желтые. Я говорю, да пофиг на бананы, у меня, в принципе, один лежит. Я говорю, чисто написала от балды, потому что ничего в голову не лягло. Ну, просто фрукты какие-нибудь. Я, говорит, решила тебе купить грушу. Груши, ну, в общем, там две груши, мы их помыли. Я же не могу одна есть. Я говорю, хочешь грушу? Ну, по грушу слопали. Ну, еще два вот этих. Она говорит, это, говорит, не знаю апельсин или нет, но, говорит, это что-то среднее между апельсиновым и мандарином. говорит, взяла по это, более похожие на зрелые, типа. Вот. И такой приличный шмот винограда. Не знаю, какой сорт, но зеленый. Ну, и все счастливы. Человек получил желанный муск. А я фрукты. В одно время страдала обмыхленью. Ну, короче, оказала на картах. И всякой такой пугой занималась. Но есть люди, которые в это верю, да, занимаются. Но есть те, типа меня, которые, ну, где-то на 10% в состав веры. В это все. Ну, и, короче говоря, там уж всегда есть выбор по лучшей части. По сути. Не всегда тот, который устраивает человека, но он есть выбор. Ну, и одна девица постоянно ко мне шахтала. и она была из тех редких людей, которые вот считают, что если кто-то на них тратит свое время, что он-то им помогает или типа того, то им надо чем-то отплатить. Она была бедна, как мышь, но она работала на работе в одном месте, где помимо зарплаты выдавали там всякие там фрукты, овощи, еще что-то. бонусом таким. И она таскала мне стабильно фрукты. Одна была, она таскала исключительно шоколадки. Она, правда, что приносила, то и жирала. Но иногда бывало так, что она приносила прилично так шоколадом. У меня как-то скопилось на много так вот фрукты и шоколад. Не помню, с кем я тогда общалась, с какой-то компанией Людев, частично по сети. И мне эта компания Людев сказала, и что ты за коммуналку шоколадками платить будешь? Они у меня просто лежали, лежали, я крайне мало так ела этот шоколад, но лежит и лежит. Так раз уже килограмма два лежала. Но с другой стороны пойдешь в гости, обычно что-то к чаю уже покупаешь, но я по крайней мере так, у нас заведено, если в гости идешь, ты что-то к чаю покупаешь? А тут покупать не надо, готовый шоколад лежит. Берешь шоколадку, держи в гости. А как у меня? Просто тут что-то так получилось, что по некоторым причинам желания пары людей старые снова активизировались с этими всеми погодами. с одной стороны там только такой редкий один редкий случай. С другой стороны мало так, но по чуть-чуть. Не то чтобы часто, но периодически чего-то всплываешь тебя надо доставать карпель. Как-нибудь запишу АСМР с Ленорман. Я тут на няк подумала и озвучила в телеге, что надо бы записать АСМР, а то я не могу в банке. Но в итоге что-то у меня там на балконе есть вещи, в смысле овощи, растения. Калина там еще немного осталось. Это айва, еще что-то. Ну, короче, есть то, что надо разобрать. Есть что-то еще, что надо сделать. И еще что-то еще есть, что надо сделать. То есть, как бы, есть одно дело, которое я давно все откладывала, никак не могла сделать. Я думала, возьму перерыв три дня на, отведет на YouTube. Максимум шорцы буду заливать. У меня там куча всяких шорцев записано, когда я в деревне, последние разы была. Ну, может, последний или предпоследний раз, когда там ожила несколько дней. Там у деда кошки замечательные. И я их, короче, снимала. Ну, в крайнем случае, займусь шорцами, заодно память на телефоне поосвобождаю. И в итоге я сегодня не выспавшаяся, уставшая, шансика тормозная, не сказала, что я хочу пожрать на камеру. Ну, это вообще не я на YouTube головного мозга. что-то стол слегка качается. Я думаю, что я, наверное, сейчас правда смонтирую YouTube головного мозга в квадрате, чтобы этот ролик на душе не стоял. потому что что тут только склейки между файлами, потому что камера пишет по 12 минут файлики. Если это полноценно, ну, вот включил один раз, допустим, да, и на самой камере, я знаю, что можно как-то на самой камере монтировать. Либо брать сжатый формат не на 1080 пикселей, а на 720 пикселей. Но мне что-то все как-то руки не дойдут монтировать самой камеры. Я монтирую Мавави. Короче, срезаю вот там эти между пальчиками где-то ну, целых 722 тысячных секунды. Такой кусочек молчания вообще эстетичной картинки. Я раньше, когда на Мавави монтировала, только еще начала, ну, как бы Мавави уже было, эта камера случилась, может, месяца через два. Я ее вроде где-то в конце сентября 18-го года купила. Ей уже 4 года. Лапочка. Люблю Сони. Хуавей. Лапочка. Люблю Хуавей. Ему 2 года уже. Ну, так вот, я сначала как бы не знала, что там вот эти фалики на дорожке аудио и показано, что ну, как бы будто звук пропадает. Но иногда же звук пропадает, если не тыркаться совсем и не увеличивает этот зум не увеличивает, то можно подумать, что просто, ну, как бы тишина. Несколько секунд тишины. А на деле это вот эти склейки. ну, обычно, если там какие-нибудь пустые баночки или видео, где я знаю, что не надо ничего особо вырезать, или СМФ, где нету каких-то супер резких звуков, опять же, не надо ничего вырезать. Я тупо вот эти конечные 0,722 секунды срезаю и без переходов оно вот так идет. А иногда вставляю этот переход, если там, ну, непонятно, потому что иногда файлик идет 0,622, а иногда 952. Ну, не всегда так попадает. Вот я слопала варенье. На одну маленькую баночку стало меньше. где-то у меня это еще баночка есть. А, не знаю, как видно, просто не видно. Ну, в общем, вон там где-то баночка. Еще она побольше чуть-чуть, чем та баночка, которая до этого была выплюнута сюда. Ну, тут тупо 200 грамм, наверное, до 7 мл было. Или 150 как-то, хрен знает, 150, наверное, а там 200 мл или типа того. Баночка из-под чая, это была баночка из-под какой-то там икорки. Палтуса, что ли. Ну, в общем, маленькая такая баночка. Ну, и я иногда вот понимаю, что там непонятно, то ли я больше стрелала, то ли меньше. Я иногда вставляю переходы, но я вставляю такие, там, этот, Кен Бернс, 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 хрен знает, ну, какой-то Кен. И она 0,01 секунда идет, вот, его вообще незаметный этот переход, он как бы самый минимальный, самый короткий. Я их иногда вставляю. А иногда не вставляю. Даже если я просто где-то вырезаю, стараюсь их вставить. А если вот, мне надо, чтобы зритель видел, ну, мне хочется, чтобы зритель видел, что тут до хрена нарезки. А если вид, ну, и, соответственно, что тут до хрена монтажа, а если, как обычно делают блогеры, что там врезки такие переходы, там какая-то страничка, из сердечка что-то вылезает из кружочка, из хрен знает откуда. И я их вставляю и по времени больше делаю. Тут же, что сейчас поставил. Не надо будет только записать что-нибудь, каким-то заставку. Я же сейчас заставки-то свои. Мне пришла еще с середины лета делать свои заставки. Деревенская заставка, кухонная заставка, из комнаты заставка. То, что связано с улицей, те вот самые походы, допустим, магазин, CG-кам C100. Внезапно там камень-то я еще, ну, как бы с телефона только заходила, там какой-то камень был, кому-то это зашло, я так удивилась. Человеку зашел такой формат. Я потому, что монтировала, во-первых, я задолбалась эти пиксели на лица, но мне религия не позволяет, когда человек вот так вот за кассой сидит, а я напротив с этой камеры и тут вот прямо на мониторе лицо человека. Я понимаю, что в общественных местах снимать как бы разрешено, это нормально, если человек в кадр попал. Я вчера смотрела обзор на DJ-кам Pocket 2 и там как раз у мужика куча всяких людей в кадр впадали, причем крупными так вот форматами этих лицами. Допустим, ну, узнаваемо можно было бы так вот, понятно, что это за человек. Но мне самой пока религия запрещает не зацензуривать лица. я хочу какие-нибудь заставки сделать, чтобы это ассоциировалось именно с этими видео меня. Но я не знаю, улицу заснять для этого. Допустим, на кухне кухня, понятно, что это кухня, да? Лёльки на кухне в конце этого ролика вот. Подписано. Или в комнате там, ну, комната, вот что видно, что это моя комната. А вот что сделать насчёт заставок для таких вот как бы вне дома, но при этом в городе, я пока ещё не решила. Так-то у меня шаблоны там есть на пустые баночки, уход, парфюм. Чё-то это фига, я в этот раз побольше зелёного чая туда засыпала за варки и маленький побольше положила и немножко такая оскоминка от чая. Вот и сейчас ещё за варки как-то прилично налила. Так-то это блюдечко чистое. Я его хотела унести, убрать обратно, но чё-то в итоге тут оставила. Маму, красиво с ним смотрится эта тарелочка. Изначально это был такой набор эгоистов. Там была чашечка, не помню, была ли ложечка какая-то. Чашечка такая суперкрасивая, с розовыми. И вот это вот мне мамина подруга дарила. Ну, короче, как. Мне в телеке писалось, что у меня две подруги сейчас. Вот такие лучшие подруги. Две подруги, да. Но есть подруги, есть друзья, есть друзья семьи. И вот есть друзья семьи, это как бы моя мама с ней дружила, я дружу с ней, с её дочкой. Вот у нас были ещё друзья семьи, бабушка, бабушка с дедушкой дружили с какой-то там семьёй. Потом их дети дружили с моими мамой и тётей. Потом мы как бы дружили. Ну, в общем, вот так вот поколениями есть друзья семьи, это отдельно. А есть вот чисто одиночные человеки, вот две подруги. Это как раз мамина подруга мне дарила. И я люблю всякие такие розочки, у меня чашечки с розочками. Вот у меня было три красивых таких чашечки с розочками, просто там чашечка, блюдечко, лочка какая-то с розами. Но чашечку мне раскокали. Чашечка была моя на механке. Может я, конечно, мелочная, не знаю, на руки помыть не могу. Какие шершавые. Я тут что-то забивала на это и несколько дней подряд мыла посуду без перчаток. Ну, бывает, когда мышь посуду без перчаток и не холодно, не жарко. А сейчас, видимо, такой сезон, что такая пора, что надо как бы в перчатках, иначе вот помоешь чашку без перчаток и уже ногти вот очень мягкие. Еще и кожа такая. Хороший, кстати, крем мне подписчица Рюля дарила. Эйвен, крем увлажнения лавандовый сны, крем для рук. Для всех типов кожи. На кухне обычно стоит. Одно время в велике ездил. Как чисто на улице лапу помазать. Потом было такое, в общем, блюдечко, чуть побольше такая тарелочка и чашечка. И они, по-моему, все живы. Вот блюдечко, чуть побольше тарелочка и чашечка. Надо вообще глянуть. Кто-то из них точно жив. Да, этот вариант жив. Две разные подружки дарили. А у этого была такая очень красивая большая чашечка. Она выглядела красиво. Не сказать, что супер большая, но у нее что-то 350 миллилитров лизало, если не больше. И она в какой-то момент у меня, по-моему, здесь разбилась. Я люблю как-то все с розочками. Я вообще люблю красный и зеленый. Тут он зеленый ближе к такому голубому. и красный тут такой ближе к малиновому. Я сейчас снимаю чисто с люстрой без кольцевой лампы. Может, это не совсем так передается. Ну и, короче говоря, как-то вот она у меня есть. Так она стоит как бы в сервате, в сервизе. Ну, чисто как украшение. Дорогите, если ты тоже как я загоняешься на красивые чашечки, напиши в камеру, я тебе сердечко поставлю. Спасибо за компанию, если ты пожрал со мной, то это круто. Ну, как бы, наверное, это мне она говорит спасибо за компанию, да? Тебе, в смысле, ты мне пишешь спасибо за компанию. Я тебе говорю спасибо за компанию камеры. Короче, если ты похавал, то это круто. спасибо за просмотр. Надо было сказать, вот что значит, когда спишь мало и не отдыхаешь. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok